В то время как споры о миграционной политике продолжаются, особенно в свете недавних событий в Крокусе, незаменимые специалисты не меняют модель своего поведения. Мы можем обсуждать вопросы толерантности к приезжим, верить в их возможную ассимиляцию, но статистика преступлений, совершаемых иностранными работниками, продолжает расти. И, судя по всему, терпение людей лопнуло. Обо всем об этом и поговорим в этом выпуске. Просьба подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Начнем с того, что недавно в Хабаровском крае произошел один шокирующий инцидент. Группа мужчин восточного типа внешности напала на ребенка и попыталась затащить его в багажник автомобиля. К счастью, мальчик смог сбежать. Как только информация о случившемся стала известна общественности, активисты организации «Северный человек» и «Русская община» немедленно связались с матерью подростка. И вот что они узнали. На 12-летнего мальчика напала группа мужчин и попыталась затащить его в багажник их автомобиля. Мальчик сумел ударить одного из нападавших локтем и убежать. В настоящее время проводится расследование, сообщил руководитель объединения «Северный человек» Александр Исаев. Пока правоохранительные органы расследуют эти факты, общественники решили ускорить процесс идентификации нападавших и посетили местное общежитие, где проживают мигранты. Русские общественники не стали церемониться, они вывели всех на улицу, подробно объяснили, кто здесь хозяин, и потребовали в течение трех дней найти похитителей или передать их в руки правоохранительных органов. Тем временем иссякло терпение властей и Нижегородской области. Они потребовали уволить всех таксистов, мигрантов. В свете участившихся жалоб на таксистов и в целях обеспечения безопасности, региональные власти ввели запрет на использование мигрантов в такси, которые работают на основании патентов. Теперь предприятия обязаны уволить всех иностранных работников, занятых в такси, в течение трех дней. Ранее власти Самарской области запретили мигрантам работать не только в сфере транспортных услуг, но и в образовательной сфере ограничения также коснулись агентств по подбору персонала. В региональном правительстве добавили, что глава региона Дмитрий Азаров выручил правоохранительным органам строго следить за исполнением этого постановления. Что же касается тех регионов, где власти еще не приняли подобного решения, люди сами начали массово отказываться от услуг таксистов из Таджикистана. Такие сообщения в мобильных приложениях такси стали появляться все чаще. Как ожидалось, на таджикских сайтах началась истерика по поводу нарушения прав и свобод. Таджикские диаспоры настоятельно советуют своим соотечественникам, проживающим в России, не выходить из дома вечером и избегать посещения массовых мероприятий. Как сообщают некоторые телеграм-каналы, работодатели, у которых работают таджики, требуют, чтобы те предоставили актуальные паспортные данные и информацию о месте проживания. В свою очередь, Хуршида Хамракулова, глава Таджикского культурного центра, комментируя теракт, произошедший 22 марта, обратилась к россиянам с просьбой проявить терпимость. «Мы не должны переносить свои эмоции на представителей других национальностей, потому что в каждом народе есть негодяи, но они не являются лицом нации. Я считаю, что так должны думать все люди», заявила Хамракулова. Министерство иностранных дел Киргизии также отреагировало на растущую нетерпимость к мигрантам, опубликовав призыв к своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Официально указывается, что причиной предупреждения является усиление мер безопасности в России в связи с недавними событиями. Такая формулировка, честно говоря, вызывает недоумение. Если киргизы не намерены совершать преступления и не виноваты в чем-либо, то почему их отговаривают от поездки в Россию? Или в нашу страну по традиции отправляют только социально неблагополучные элементы? Свой вклад в дело укрепления дружбы между народами внес и репер Тимур Юнусов, известный как Тимати. Однако результат получился прямо противоположным. С начала, 23 марта, он в своем обращении назвал террористов этими ребятами, а тех, кто требует установить порядок, ультраправыми формированиями, вызвав тем самым огромную волну возмущения. По словам Тимати, ультраправые группы распространяют межнациональные представления о жителях Таджикистана. Я считаю это недопустимым и неправильным. Уважаемые формирователи мнений, включите голову, кому это может быть нужно. Не дайте возможности заказчикам этих преступлений дестабилизировать ситуацию в стране. Затем он посетил траурное мероприятие у Крокуса. Там он исправился и сказал, что террористы будут гореть в аду. Но почему-то большую часть своего выступления в присутствии скорбящих людей он посвятил критике правых и ультраправых, которые защищают русских. Между тем, в Измайловском Кремле русские девушки снимали видео в поддержку России. Это заметили проходящие мимо безнациональные люди, и один из них силой утнул у девушек имперский флаг и выбросил его. Кстати, этот флаг, вместе с другими флагами нашей страны, водружен в Питере. Вопрос к Тимати и его единомышленникам. Так кто же разжигает мезнациональную вражду? Возмущение россиян по отношению к мигрантам вполне понятно. Как известно, несмотря на то, сколько раз вы скажете «халва», во рту от этого слаще не станет. Также и с иностранцами власти могут утверждать, что преступность не имеет национальности, но большинство людей прекрасно понимают, что из себя представляют чужеземцы. Когда у защитников мигрантов заканчиваются аргументы, они начинают вспоминать общее советское прошлое и возвышенно говорить о дружбе народов. Однако среди современных мигрантов очень мало тех, кто вырос в Советском Союзе. Как правило, это молодые люди, плохо знающие русский язык, с низким уровнем образования и весьма смутным представлением об общей истории. Нельзя утверждать, что у людей возросла ненависть к мигрантам после трагедии в Крокусе. О проблемах, связанных с массовым завозом в России незаменимых специалистов, за последние несколько лет писали многие. Просто сейчас власть вынуждена откликнуться на требования общества и принять непопулярные решения. Никто не призывает к радикальным действиям. Нужно просто установить порядок, иначе люди начнут самостоятельно решать проблемы кто как может, что нежелательно. А что насчет этого всего думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok